Хьюстон, у нас проблемы! Докладывайте! Тут неопознанный объект! Опять Маск своей машинке в космос швыряет! Нет, Хьюстон, тут две луны! Нет, это не сценарий очередного голливудского фильма про бескрайний космос. Это кик-обзор и его новый безбашенный дайджест. Так что приготовьте попкорн, будет ох, как зрелищно! Сервис Е-каталог – ваш лучший помощник при покупке всевозможных товаров и гаджетов. Выберите категорию, отметив нужные характеристики, и найдите устройство, подходящее под все ваши нужды. Ознакомьтесь с отзывами, посмотрите подробную 3D-модель товара и выберите из многочисленных магазинов самую аппетитную цену. Сервис Е-каталог. Удобно! Ссылка в описании. Как бы это ни казалось парадоксально и неправдеподобно, но китайские специалисты из Исследовательского института аэрокосмических наук и микроэлектронных систем в Чэнду всерьез разрабатывают план по запуску в небо аналога естественного спутника нашей планеты. Искусственная луна, по задумке, должна будет освещать ночью родной город, где проживают 14 миллионов человек. Осветительный спутник планирует запустить на околоземную орбиту в 2020 году. Яркость освещения при этом возрастет восьмикратно, а света хватит для замены уличных фонарей. Таким образом, город сэкономит около 240 миллионов долларов в год, не тратясь на освещение улиц. Некоторые же эксперты опасаются, что такая яркость ночного освещения может плохо повлиять на поведенческие привычки, как животных, так и людей. И их может просто выбить из колеи. Однако авторы проекта заверяют, что свет окажется похожим скорее на сумрачное рассеянное свечение. Отмечается, что сама идея создания искусственной луны позаимствована у художника из Франции, представлявшего комплексы зеркал на орбите. Они могли бы круглый год обеспечивать улицы Парижа солнечным светом. Китайский же космический спутник также будет состоять из объектов с отражающей поверхностью, как у зеркала. Всего же объектов будет три. Разместятся они вокруг Земли на равноудаленном расстоянии, откуда будут поочередно освещать обозначенную область на планете. По подсчетам специалистов, спутник сможет осветить площадь диаметром до 80 километров. Можно будет контролировать участок охвата вплоть до нескольких дюжин метров. Зная китайцев, нам остается только с нетерпением ждать намеченных сроков и надеяться, что комплектующие для луны не будут заказаны на Алиэкспресс. А то мало ли. Ну а для того, чтобы скоротать время до запуска луны номер два, давайте перейдем к смартфонам. Спустя год после банкротства бывшего в прошлом частью Nokia, производителя люксовых телефонов Virtu, бренд неожиданно подал признаки жизни. Аппарат Virtu Aster P был представлен в Китае. Он использует Android и стоит предсказуемо дорого. Как и многие модели Virtu из прошлого, все смартфоны Aster P собираются вручную в Великобритании. При этом каждый аппарат собирает от начала и до конца один мастер, подпись которого затем гравируется на корпусе. Никуда не исчезла и красная кнопка для обращения к специальному консьерж-сервису. Нажав ее, можно пообщаться с Google Ассистентом. У новинки Virtu рама из титана, а дисплей защищен сапфировым стеклом. Задняя панель отделана кожей. Там же расположены отсеки с откидывающимися крышками для установки двух nanoSIM. Именно под крышкой SIM-отсека и нанесена надпись сборщика смартфона. Ну и коль речь пошла о китайских новинках, вот его мы точно не могли обойти стороной. Похоже, вокруг нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 не зря столько шума. Ведь новинка получит не только оригинальный дизайн, но будет иметь еще и рекордное количество памяти – 10 гигабайт. И будет поддерживать сети 5G, что сделает Mi Mix не только первым успешным безрамочником, но и первым смартфоном с поддержкой сетей нового поколения. Как уже известно, Xiaomi Mi Mix 3 получит абсолютно безрамочный дизайн, а селфи-камера и другие датчики будут появляться по принципу слайдера, как у Oppo Find X, либо как у Vivo Nex. Это пока сложно сказать, поскольку были утечки как первого варианта, так и второго. По предварительным данным, новый смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 845, и в этом случае о поддержке 5G можно забыть. И или на новом Snapdragon 855, что добавит плюс в копилку с названием «Первый». И в ближайшие дни это не единственная слайдерная новинка, которая уже вот-вот предстанет перед нами. Компания Huawei назначила презентацию на 31 октября, где будет показан довольно интересный смартфон, и имя ему – Honor Magic 2. Интересен он опять-таки слайдером, но не автоматическим, как у Oppo Find X, а сделанным по старинке, как наши любимые Nokia. В видео, опубликованном на YouTube, сложно разглядеть что-либо кроме слайдера, но следом последовали фотографии задней панели, которая уж очень похожа на то, что мы видели во многих смартфонах Huawei этого года, включая расцветку. Кажется, что будущее все-таки за слайдерами, и хорошо бы компании Apple присмотреться к этой идее, и вместо челки заразить всех слайдерностью. Ну а теперь перейдем к софту, да не простому, а от компании Adobe. Подошла к концу ежегодная конференция Adobe Max, которая проходила в Лос-Анджелесе. Скажем честно, мы очень любим презентации Adobe не только потому, что в 90% нашей повседневной работы используем их софт, но и поскольку это всегда ярко, красочно и очень интересно. Так давайте же узнаем, какую магию на этот раз нам покажут из Калифорнии. Adobe Cadabra, погнали! В этом году акцент был сделан на кросс-платформенность. Adobe анонсировала три новых приложения, ориентированных на кросс-платформенную производительность. Когда на больших экранах мы увидели аббревиатуру RU, мы подумали, что данное приложение предназначается именно для нашей страны. Ну и отчасти были правы. Страна, где половина населения ютуберы, а другая половина их зрителей, точно оценит этот новый софт. Называется он Adobe Premiere Rush CC, который позволяет значительно упростить редактирование видео на мобильных устройствах, планшетах, ноутбуках и настольных компьютерах. Все проекты, которые запускаются на Premiere Rush CC, совместимы с полной версией Premiere Pro. Они также синхронизируются с Adobe Creative Cloud, так что пользователь может получить к ним доступ в любое время на любой платформе. Идея с Premiere Rush CC заключается в том, чтобы помочь создателям, или, как сейчас это модно называется, контент-мейкером, быстро отредактировать свои видеоролики. Но это не все, чем Adobe порадовала на конференции. Это случилось. Adobe рассказала о планах по выпуску полноценной версии Photoshop для планшетов Apple. Компания подчеркнула, что речь идет о настоящем Photoshop для мобильных устройств, с функциональностью, к которой привыкли пользователи приложения для настольных компов. Но одно дело говорить, другое показать. Ребята аудиторию не расстроили. Интерфейс Photoshop для iPad останется знакомым, но он оптимизирован для сенсорного управления и поддерживает работу со стилусом. Мобильная версия получит синхронизацию через облако так, что можно начать работать над проектом на планшете, а продолжить на компьютере, или работать с разных устройств одновременно без потери данных. Релиз Photoshop CC для iPad запланирован на 2019 год. О ценах на приложение пока не сообщается. Это стало настолько важным событием, что приехал сам Фил, ну этот, мистер Эмэйзинг. Увидев 14-тысячную аудиторию, он не смог сдержаться и начал опять про то, какой же классный все-таки Джонни, а Тим просто конфетка. Но ребята вовремя его остановили, подарили куртку и сопроводили за кулисы. Эдоби, как всегда, молодцы. Без лишнего пафоса ребята показали, чего они добились и куда, собственно, идут. Хотя, когда мы сказали без пафоса, мы перегнули палку. Ведь обновление в After Effects показал Леголас. Зал, да и все зрители хрен поняли, что там обновилось, поскольку все взгляды были прикованы на эту рок-звезду монтажа, который орал, пел и делал просто невообразимое на сцене. Смотрелось и правда весело. И на этих красочных тонах мы и закончим сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. Продолжайте поддерживать нас своими лайками, не забывайте подписываться и нажимать на дзынь-дзынь. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова